Возьми, бегусок, тормозок, приходи в кабинет, сядем кавы попьем, по конечку навернем, поговорим за жизнь. Утрируем, конечно, утрируем, но было бы понятно, но было бы понятно, а так более чем непонятно, я бы сказал даже больше, очень грязно пахнет, поэтому если ты яйца сваренные вкрутую, возьми и покроши батон на старших офицеров службы безопасности, которые отдали приказ. А я к чему так отвечаю сложно? Потому что взять этого, которая фамилия Серебрянский у него, бывший украинский блогер, потому что не имеет права представлять Украину, он никто и зовут его никак. Он смеется с Порошенко, смеешься с оппозицией, у нас в оппозиции много к власти кто стоит. То есть ты такой яйца сваренные вкрутую, такой гондон, который свалил из Украины, пользуясь селевыми моментами, которые к тебе не имеют никакого отношения. А сейчас сидишь в Испании своей и крошишь батон на предыдущего президента Украины, который что? Который имеет грехи, как любой смертный человек, наверное больше нас всех, потому что был руководителем государства, или по всей видимости больше всех. Лично у меня к нему есть достаточно большое количество вопросов, немало. Но как волонтер, волонтер, у меня к нему вопросов нету. Это человек, который обеспечивает бронесылу Украины очень серьезные печеньки и вареников. Технику большой грузоподъемности для перевозки бронетехники, для переброски на разные места фронтов, для того, чтобы техника не может двигаться по дорогам общего пользования и прочее. Ну вот, если ты волонтер, я про этого Серебрянского говорю, скажи ему там, бывший президент Порошенко, ты поц. Потому что я, маленький волонтер, сделал в три с половиной раза больше, в два с половиной раза. Я сделал не меньше, чем ты, тот, который магнат, миллиарды, липецкая фабрика, ну исходя из русских нарративов и прочее. И прочая хрень. А, торговля на крови, там, формула Роттердам плюс, ну это известные русские нарративы. Да, скажи, ты, я, я, сделал не меньше, чем сделал ты. Так это говно в Испании сидит на жопе ровно, подцепила флажок себе малый украинский герб и рассказывает всем, какой плохой Порошенко. Ты, сука, расскажи, какой хороший ты. Что лично ты, Гондон, сделал для Украины? Возьми и скажи, я отнес пацанам две коробки окопных свечей. Или я купил три палки колбасы, хлеба пацанов накормил. Мелочь? Нет, не мелочь. Пацаны будут сырые, скажут спасибо. Можешь ли ты, испанский гондурас, открыть свой рот и сказать, что ты лично сделал для Збройных сил Украины? Не два года назад, а вчера, позавчера, может быть месяц назад. Возьми и покажи. Может быть ты с кем-то решаешь какие-то технические вопросы, для того, чтобы лучше и качественнее наши ребята убивали гребанных оккупантов, которые сорвали в руках, пришли на территорию Украины. Например, как делают это я лично. Возьми и покажи результат лично твоей работы. Что ты, Серебрянский, который целый блогер украинский, взял штангенциркуль в руки, мобилизовал людей, решил технические задачи. И, например, взял и вот завтра, и вот завтра поедет вот такое изделие, вот такое изделие поедет специально обученным мальчикам. Чтобы специально обученные мальчики тихо убивали врагов Украины. Тихо. Вот тех ублюдков русских, которые с оружием в руках, пришли на территорию Украины. Чтобы тихо вот убивали они. Для этого вот такое изделие есть, да? Вот такое. Тут еще ключики. А вообще оно запаковано вот в такую интересную коробочку, да? Вот. Вот в такую интересную коробочку. А у меня вот тут этих коробочек. Вот первая партия едет, да? Вот едет первая партия к нашим специально обученным мальчикам, охерительным представителям людей, которые с оружием в руках защищают Украину. Чтобы качественно уничтожать врагов Украины. Видите? Это даже надпись фирмы, которая принимает участие в этом действии. Видите, да? И тут ключик такой лежит еще. Чтобы я ее даже маслечком помазал. Ключик такой, чтобы можно было поставить. И все на лазере вырезано. Лично ты, гребаная чмо, которая сидит в Испании и рассказывает, какой плохой предыдущий президент Украины. Ты не рассказывай, как кто-то плохой. Ты расскажи, какой ты хороший. Вот возьми своим слушателям, те, которые сейчас находятся за границей, очень сильно переживают, таких в армию призовут или не призовут. А ты, гребаная тварь, просто пользуешься этим моментом, что люди переживают. Кто-то уехал нормально, а кто-то, как ты, подонок, свалил. И волнуется. Это же твоя аудитория целевая. Возьмите, купите, отправьте пацанам на фронт. Они спасибо скажут. Купите пиццу им. Не знаю. Купите им палету французской еды быстрого приготовления. То бишь кнопку нажал на донышке и пошел разогрев. И ребята будут иметь горячую пищу на передке. Купи, сделай. Сделай что-нибудь, гребаный подонок, чтобы кто-то о тебе хорошее слово сказал. Хотя бы одно. Хотя бы одно доброе слово, чтобы о тебе сказал. Я когда-то громко сказал, готов второй раз повторить. Когда-нибудь в центре Киева будет парад перемоги, так вот я при всех говорю. Это не угроза. Если я тебя, тварь, увижу, я поврежду твой сракобак. Он будет деформирован немножко. Почему? Ну потому что. Можешь называть, что украинский блогер угрожал Луганскому. Не угрожал. Просто попередил. Попереджение и погроза – это разные вещи. Я, как человек серьезный, с севым волосем, порядный, попереджаю про то, что может происходить в разе того, если какая-то гребаная истота появится в будущем на ожиданном украинцами параде перемоги. Так оно будет. Обовязково. Поэтому я такой длинный, дав таку довгу відповідь на першу репліку, ту, яку виглядачі написали. Я не не звертаю увагу на гівно. Я даю відповідь решта людей, щоби це лайно, звичайне лайно, який працює за гроші, так само, як працює декілька каналів в Україні з тим лайном теж з Луганська, колишнім прокурорским, який Сережа Іванов, таке же саме лайно, як і лайно на прізвисько Луганський. Два луганських гімна. Это случай? Нет? Я так не думаю. Ні, ми не висимо, ми працюємо. То у вас. А ви, пані Леся, натисніть на раз і все. Мене, особисто мене, як громадянина України, як українського блогера, як волонтера, як тата, родина якого на війні... Мене дратують істоти, які говорять на тлі малого герба України. Гребані істоти. Пан Дмитро, ви тут цитуєте новини про Трампа. Ви, ну, вважаєте, що люди не читають новини або не знають їх? Ну, да, пані, да, на іспанский стыд. Лично у мене. Тому що він знаходиться в Іспанії, це житло. Я не інтересуюсь, з кем він знаходиться. Це його личне діло, хто його сексуальна подруга. Я туда даже не смотрю, це його діло. Але ця сексуальна подруга, це не його жена і не мать троих дітей. А якщо людина виїхав з України, розказуваво всем о том, що він воспитує троих дітей несовершеннолетних, то ця тварь должна сначала, прежде всего, посмотреть на себе. Вот він смотрит на себе в зеркало і говорить, я порядочний чоловік, я ніколи никому не соврал. Я говорю только правду, я делаю только правильні поступки. Сделав все для України. Вот коли він про себе такое сможет сказати, сможет. Пусть дальше кого-то вообще-либо обсуждает. Вообще, хороших ли, нехороших ли, правых, неправых. Це гуана должна сидеть, сука, на жопі ровно. Должно сидеть на жопі ровно і не відсвечувати. А не розказывати, що є такий чоловік, як я, у котрого, можна, чи, скоріше, є організація з похожим названням, і вона кинула Україну на 600 мільйонів. А, не кинула, а, це інша форма собственності. Тому що у того, про кого я говорив, приватне підприємство, це у мене. А тот, про який кинулся на 600 мільйонів, у него или ТЗУВ, или якось там по-другому. На другая форма собственности. Но надо же нам іколу рушниці навести тень на пліте. Я помню животное, когда ты це делал. Помню, не забуду, не забываю. Нет оснований. Поэтому все высказывания, животное, которое проявляється потенціальним лгуном і анальним червям, который по всей видимости, или, скорее всего, работает за деньги, или хоче деньги получить. Не факт, що він їх получає. Поэтому він должен завалити свій звіздак. Це коротко. Да? Идем дальше. Да, з бігуса з країни видавили. Як то від грошей видавить? Ага. Конечно. Видавить тебе і бігуса від бабла. Діда Анатолій, краще розкажіть, що з поліцією робити. Що я вам скажу зробити з поліцією? Надо було робити давно ілюстрації і прочі речі. Я вам хочу сказати, що начальник білоцерковської поліції з первих днів війни піздятися за Україну. З первих днів війни. С групою з Білої церкви. Я його, пана Василян, хорошо знаю. Обличчя. Це ж коли, з яких давних-давен люди розуміли про те, що є обкладинка, а є всередині тієї обкладинки. Така обкладинка нормальна, а всередині лайно. Що ж тим робити? Розуміти і не брати в руки? Так, може і так. Ну, ви розумієте, дніпровські копи – це окрема справа. Нота такі. А ми щас відбігаємося. Дальше? Ненавидять і будуть ненавидіти завжди. Просто тому, що ми є і живемо добре. Воронеж передали в 1922 році в Воронежській області. А в 1922 році в Липській області де було? В Австрові, Англії. Опа, так це не було ще. Уровень інтелекту у Миколи Рушниця, насправді це Геннадій Хазан, по-моєму, не так його фамилия. Це уровень інтелекту креветки з Озовського моря. Хорош. А ви не знаєте, що це місце? 60 кілометр від кордону з Польщею. Як ви думаєте, як це може бути в область? Сумська? Вау. Кому бачимо жуя з Польщиною? Ви зустріюється? Ви зустріюється? Узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьёв из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра... Совместный стрим. Каркашовский был. Мы сделали украинский, мы будем начнём. Мы таясь! Да? Да? Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть простойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знамёдами. От Хайкова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, ситрона огромная. Давай, надмерный бой. Ты машинской силой днёмною. Не оранжевайся мой. Но ты мне улица родная. И мне погода дорога.